Всем привет! Я сегодня была на встрече с Марией, это девочка в Сочи, которая тоже, кстати, снимает влоги, но списались и договорились о встрече, потому что в целом в Сочи мало людей, которые снимают на YouTube, и нам было интересно познакомиться. Мы пошли сначала пообедали в Лиме, в целом, куда и договорились войти, мне очень понравилось, хотя это заведение открылось давно, и стоило бы туда сходить, когда это было мейнстримом, но мы сходили, когда сходили, зато там открылась летняя веранда, и мне, кстати, очень понравилось. Несмотря на то, что в Сочи в целом много сделано туриста, я бы вернулась в этот ресторанчик, очень уютно, красиво, можно и контент поделать, и уютно посидеть, и вкусно. Вот, что в Сочи в целом не часто встречается сервис качества и цена, чтобы наравне стояли кучки, которые держат слишком низко. Еще хотел сказать, что раньше, до переезда в Сочи, я бы никогда в жизни никому не написала, не предложила встречи, ни с кем бы не встретилась. Я помню, когда я переезжала, у меня была девочка, с которой я хотела общаться, и я прям стремалась позвать её на кофе, для меня это было чем-то, ну, ненормальным, наверное, написать, предложить о встрече, заинтересовываться, какую-то показать, познакомиться. Сейчас в Сочи это стало просто базой, вот реально просто базой, я могу написать любому человеку, предложить встретиться и сама пойти, потому что новые знакомства никогда не помешают, особенно, если ты понимаешь, что человек на тебе очень похож, и вам было очень комфортно вместе общаться, там, не знаю, делать контент, и в целом есть о чём поговорить, то почему нет? Но когда я переезжала, мне казалось, что это ненормально, даже вышла с зоны комфорта, мне писала на девочке, что давай попьём кофе, но мы так и не сходили, и сейчас я смотрю, и такая, ну, и, наверное, так лучше, потому что сейчас там год спустя, я понимаю, что мы в любом случае не сошлись, не знаю, чем я думала, в общем, в то время была малышкой, потому что в Сочи все такие, в Сочи все максимально ночили, особенно на поляне, все могут подойти и познакомиться в любой кофейне, в любом ресторане, на улице, ну, на улице я вообще не люблю знакомиться, в целом такое умирящее мужского внимания никогда не люблю, и даже, наверное, боюсь, но познакомиться с какими-то приличными людьми, компанией, девочками, там, фрилансерами в кофейне вообще изи, хотя раньше, ну, я бы вообще ни с кем не заговорила, ни с кем бы не пошла, застримала, собрала бы вещи и ушла. На это точно повлияло Сочи, потому что здесь все открытые, в основном фрилансеры, которые приезжают на зимовку, в целом город-курорт, все очень открытые. Поляна — это вообще сборная стрелянка всех, там можно найти йогов, там можно найти предпринимателей, там можно найти фрилансеров, контенчиков, фэшн-блогеров, всех можно найти. И все вот так в одном серфе сидят, это чисто вот, все сливаются в одно, в единое целое, общаются. Но это круто на самом деле, и вот Сочи меня сделала такой более раскрепощенный, и благодаря этому сегодня я нужна Лавлина со своей коллегой, можно так сказать. У нас сегодня с Настей была съемка, вот, которую мы вам не покажем. Может быть, покажем пару кадров, я вставлю вниз. Сейчас идем за кофе, я наделала такой красивый льняной костюм, который я купила недавно, потому что здесь очень жарко. Кстати, сейчас хорошо на улице, знаете ли? Хотя, когда мы снимали в 2 часа дня, у того, что жара, мы в 2 раза больше устали. Ну вот, сейчас пойдем за кофе и поедем к Насте в Адлер, потому что нам нужно будет завтра работать, хотя завтра в субботу. Но мы решили работать в бассейн, поэтому едем к Насте в ЖК. Вот, вот такой костюм купила, потому что очень жарко, не договорила, потеряла мысль. Я решила купить льняной костюм, вот, чтобы такая неприятная тела была. И я дышала. контент делается. Я уже устала, просто жесть. И жарко, это все кунуться, но нельзя такую красоту пока, чтобы еще не все отфотканно. Да, вот он, Кайф. Несмотря на то, что сегодня суббота, людей в осенне очень мало. Наверное, потому что пасмурно. Вот, у меня как две королевы заняли самые классные лежаки. Мы сделали кучу красивого контента. Кстати, сегодня сделала залез. Настяка, я тоже хочу на ухи. И вот мы сегодня первый день с залезом. Ужасно хочу есть. Здесь выйдем из перекресток. Я подскупил себе какую-нибудь булочку, может, фруктов. Вот, мы оденемся, накрасимся. И поедем в Баддлер. Хотим застить кофейню, потому что у нас много работы. У нас вчера была съемка, которую нужно будет отдать. Вот, достаточно большая съемка. Именно того, что нужно будет отдать, нужно будет полностью создать им визуал, сделать аккаунт, потому что я его на полное ведение с контентом. Поэтому поедем работать. Поэтому мы с Настей мечтали вместе работать. А сейчас это наша реальность. Причем буквально за полгода. Все очень быстро получилось. Как так и должно было быть. Мы только зашли домой. Начался Олег. Очень вовремя. Мы сегодня, конечно, успели. Даже на солнце попали. Мы приехали в Аддлер. Присели сходить поработать новую кофейню, которая открылась недавно. И она вроде как не шумная, прикольная, красивая. Потому что в целом в Сочи проблем с кофейней очень мало. Только сёрф в основном. И мы захотели бы что-то новенькое, красивенькое, стильненькое. И вот мы в Адлере. Бассейн-бассейн, а мусор по расписанию. Какие красивые с мусором идем. Это база. Кто вообще такое покажет? Никто. Идем в перекресток на фоне мусорки. И хотим взять фруктов, потому что, когда мы вместе, мы всегда едем какие-нибудь оладушки, роллы. И сейчас мы решили пойти к бассейну, взять себе фруктов, чтобы полегче нам было. И я уйду домой сегодня. Есть свой бульон. А Настя яйца. Потому что Настя любит яичницу утром есть. А я терпеть не могу есть яйца. Это просто худший завтрак, который может быть для меня. И не завтрак. Вообще в целом яйца. Поэтому у нас это сегодня чуть милоще. А завтра мы уже по своим предпочтениям поедем. Смотрите, какая красота. Какие горы. Казалось бы, один и тот же вид с окна. Но бывает синющее море, бывает серое море, бывает голубое. Горы тоже самое. Утром просыпаюсь, смотрю картинки за окном. И она всегда разная. Хотя вид один и тот же. Вот. Даже деревья по зелени как-то отличаются. Как солнце ляжет, в общем. Я только в предыдущем видео сказала, что мы идем за фруктами. Купили куринички с курицей. Это нельзя было показывать. Лиз. Мы его уже так в конце положили. Я как в старые добрые времена заказала посылку с Альком. Потому что у меня подружка постоянно заказывает там вещи. И там в целом все вещи, которые продаются на Валбересе, только дешевле. Я об этом в целом всегда знала. Но из того, что было долго ждать, потому что я помню в детстве там 2-3 месяца тебе идут какие-нибудь наушники за 20 рублей. Я такая, лучше я переплачу и закажу на ВБ. Но в итоге она мне сказала, что они тут до 3 недель максимум. Я усказалась хоть всего на летом. Там разные купальники, парейл, заколки. Поэтому сейчас будем с вами распаковывать. И, кстати, действительно посылки пришли очень быстро. Где-то недели за 2 до Сочи. И все, что я сейчас буду здесь показывать, я постараюсь оставить ссылки внизу. Первое, что я заказала, это кольцо для каких-то детальных фотографий. Потому что в целом там бюжутерия стоит рублей по 30-40. Для каких-то красивых детальных фотографий. На один раз. Очень даже. Ну, кстати, выглядит вообще некачественно. Надеваем свои бриллианты. А, это я заказывала заколки, да. Вот такие, типа, в балийском стиле. Как раз, кстати, к моему луку сегодняшнему они супер подходят. Я этот костюм из хлопка купила недавно. И он такой удобный. Поживаю, он теперь 24 на 7. Даже Лил сегодня себе заперила, где его купить. Потому что мне очень многие спрашивали. Выглядит очень даже красиво. Нигде никакого клея нет. В купальнике каких-то фотографий в бассейне или на море. В таком балийском стиле будет в самый раз. Так, счет уже большой. Сейчас мы уже... Так, средний, помню, что заказала. Вообще они объединили мне все еще в одну посылку. Мне не пришлось ходить постоянно за всем. А, это купальник. Белый купальник, который я скидывала всем. И они такие, вау, да, такое мы берем. Я очень надеюсь, что он мне подойдет, потому что он реально очень красиво выглядит. Купальник мерить не буду. Покажу фотографию, как он выглядел на сайте. И в целом напишу свою оценку по 10-балльной шоколе, насколько он соответствует. И последняя посылка, самая большая. Что мне хотел, это больше всего. Потому что из-за этого я в целом полезла на Алик. Я зашла на ВВ, посмотрела, сколько стоит такая Алиэкспресс. Блин. Ну, она, конечно, жаркая для Сочи. Но для фотографий... Кайф. В общем, это такое. Красивая накидка под купальню. Я вообще лапец, как ее ждала. Хочу на пляже Красный Штурм. Там такие большие вылужники, черные камни. И вместо пирса сделать фотосессию вот этой Парел. Это прям моя мечта просто. Кстати, возможно, я сделала такое на день рождения. Я сейчас активно думаю, что я хочу снять себе на день рождения. Потому что у меня каждый год фотосессия в профиле с постом Happy Birthday. Мне 21. И мне просто... Я уже влазила весь Пинтерест. Я не знаю, что я хочу. Как будто я хочу что-то морское. Потому что этот год в целом был связан с переездом в Сочи, с морем. И все в такой стилистике мне в целом нравится. Но насколько это на день рождения подойдет, я не знаю. Короче, я прям раздумья. Не знаю, находится такое взрослое. В балийском стиле. Но с праздничными нотками. Угу. Секакова. Ну, Парел просто 10 из 10. Оно прям очень красивое. Прям очень красивое. Кстати, все вот эти посылки заказывают именно к этой вещи. То есть купальник, заколки, кольца. Именно вот один образ мне пришел сегодня с Аликом на фотосессию в дни рождения. Не знаю. Что я там придумаю? Ну, уже как будто часики тикают. Надо быстрее думать. Я сейчас с собой постоянно в сумке ношу тормозу. И, конечно, SPF. Причем, по-моему, он у меня даже не один. Да. Даже два. Потому что у меня в целом есть песнушки. И уже сейчас, когда я позагорала буквально неделю в Сочи, они у меня стали намного виднее. Но камеры не особо видно. Но в жизни видно. Вот. И они, причем, после лета проходят опять и становятся менее заметными. Поэтому у меня всегда свой SPF. Я мажусь даже вечером, как сейчас. Еще мой любимый сервис. Господи. Я буду в каждом блоге говорить, как я его люблю. А вообще я собралась пойти поужинать. У меня все такое свидание с собой. Хочу поесть хинкали. Последить с закатом моря. С учетом того, что я пойду на Ривьеру. Потому что он открылся хинкалыч. Это такое мое студенческое место в Белгороде, в которое мы ходили постоянно с подружкой. Там вкусно бабл-ти не надежный. Поэтому я думаю, что потом тоже зайду туда. Погуляю в море, покушаю. Будь бабл-ти. Вообще сегодня собиралась встретиться с коллегой, с которой мы работали дистанционно. Потому что уже в другом городе. Она была самым специалистом. Я снимала для этого аккаунта контент. И она прилетела в Сочи. Но, к сожалению, не получилось не увидеться. Потому что я завалили ее работой. И я не растерялась, решила не портиться вечер. И все равно пойти поужинать. Одна, конечно. Но когда нам это мешало? Правильно? Никогда. И в целом с появлением Насти, мне кажется, дней, когда я одна... Нет. Так. Субтитры сделал DimaTorzok